Всем привет, меня зовут Андрей Телицын, я тренер по спортивной гимнастике. В этом видео я разберу такой элемент, как выход силой на две на турнике. В комментариях под моими видео достаточно часто меня просили сделать такое видео, но я его не снимал. Во-первых, потому что на ютубе достаточно много материала методического, как научиться этот элемент. Второе, дело в том, что гимнасты вовсе не тренируют этот элемент. Они его, конечно же, могут сделать, но они его никогда специально не учат и не тренируют его в своих тренировках. Это связано с тем, что перекладина в гимнастике это исключительно динамический и технический снаряд. На перекладине нет силовых элементов в гимнастике. Более того, применение силы в исполнении элементов на перекладине считается ошибкой. Свою силу гимнасты демонстрируют на кольцах, и именно там они делают выгоды силой. Их они действительно тренируют. И видео о том, как гимнасты их учат, уже есть на канале. Ссылочка будет в описании. Кому интересно, заглядывайте. Но раз уж есть запрос на методический взгляд именно тренера по спортивной гимнастике на этот элемент, давайте разбираться. Тем более, он не такой уж и сложный. Ну и разумеется, подготовка к выходу силы на турнике должна начинаться с подтягиваний. Подтягивания должны быть средним хватом и до касания грудью перекладиной. То есть, конечно, в принципе, можно одним подтягиванием и обойтись, если подтягиваться до живота. Но для большинства будет достаточно подтягиваться до груди. Обратите внимание, что в конце подтягивания вы должны немножко отводить локти назад. Тело держать прямо и выносить чуть-чуть вперед. Цель здесь в данном случае 15 подтягиваний до груди. Этого будет вполне достаточно. Следующее упражнение – это отжимания на брусьях. Также стараемся делать максимально полную амплитуду. Опускаться настолько, насколько это хватает вам гибкость ваших плечей. Тело держим прямо и добиваемся 20 раз за один подход. После того, как вы освоили 20 отжиманий и 15 подтягиваний, делаем отжимания с упора. Это поможет понять, как именно нужно переходить от подтягиваний к отжиманиям в выходе силы и развить соответствующие мышцы. Здесь тоже как минимум 15 таких повторений нужно делать. Дальше мы уже подготовившись в силовой части к выходу силы, мы изучаем технику. И в данном случае предлагаю вам поработать над такой связкой. Подъем-переворотом, но это не самое важное в этом упражнении. Самая важная негативная часть данной связки. Именно негативная часть опускания выхода силы. Здесь вы сможете прочувствовать, как у вас должны идти локти. И что более важно, вы сможете понять, как должен быть хват. То есть хват должен быть немножко сверху на перекладине. Также беремся средним хватом и медленно стараемся опуститься вниз. И работаем вот в такой негативной фазе. Здесь надо добиться хотя бы 10 раз за один подход. Что касается подъем-переворотом, я думаю, что раз уж вы решили изучить выход на 2, то подъем-переворотом вы уже умеете. Следующий шаг в освоении выхода на 2, это работа на низкой перекладине. Здесь мы также концентрируемся на негативной части, то есть на опускании. Также сохраняем, обратите внимание, хват сверху. Но в данном случае счет добавляется работа в позитивной части движения. То есть с небольшого прыжка вы уже можете разобраться, как давить руками и выходить в упор. То есть обратите внимание, что прыгаете вы ровно настолько, чтобы вам выйти, сколько вам хватает сил. И также работаете трицепсами, давите на перекладину и отрабатываете завершающую часть выхода на 2. Тоже здесь желательно между повторениями долго не отдыхать, в конце опуститься и задержать угол. Ну и в одном подходе за раз тоже стремитесь к 10 повторениям. Ну и завершающее подготовительное или подводящее упражнение в данной прогрессии. Это выходы непосредственно, но уже с помощью таких резиновых петель. Конечно, можете использовать какую-то другую резину, но вот такая очень удобна для отработки этого упражнения. В принципе продается практически в любом спортивном магазине. Встаете ногами, тело держите чуть-чуть спереди. Также хват должен быть сверху. Если не получается сделать первое повторение, то также сделайте подъем переворотом и начните с негативной части. Это будет гораздо легче понять. Во-первых, хват. Во-вторых, куда должно идти тело. То есть вот таким образом тело выходит чуть-чуть вперед. Носками давим на резинку и работаем над выходами на две. То есть здесь тоже стремится примерно к 10 разам за подход. Но тут многое зависит от силы натяжения резинки. Они продаются с разным сопротивлением. Выбирайте, что вам подходит. Поработайте в этих упражнениях. У вас получится окончательный вариант. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok